Сегодня в 8 утра в Муравленко открылись 11 избирательных участков. Первые жители города уже завершили процедуру волеизъявления. Из-за пандемии коронавируса выборная кампания продлится три дня, до 8 часов вечера, 19 сентября. Все предусмотренные законы действия в предшествии начала голосования завершены. Члены Украины, получающие голоса, наблюдатели иные присутствующие. Прошу занять свои места. Время 8.00. Избирательный участок открыт. На 404 участке, что в Доме культуры Украины, с самого раннего утра избиратели голосуют активно. В 8 утра уже выстроилась целая очередь. У одних сегодня выходной, другие же выкроили время для голосования перед началом рабочего дня. Мы ответственно относимся к своей гражданской позиции. И в первый же день приняли решение ее проявить. В связи с этим в столь ранний час. Исполнить свой гражданский долг муравленковцы идут по одному, с семьями, с коллегами и друзьями. И несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех позитивное. Жители города голосуют за... За улучшение, за правду, за надежду. В числе первых избирателей глава города Елена Молдован. Получив бюллетени в кабинке для голосования, она долго не задерживается. За кого отдать свой голос, решила давно. Голосую за жизнь, за стабильность, за благополучие нашей страны и Ямалы, и города Муравленко. Настроение отличное. Я вижу, что сегодня муравленковцы с самого раннего утра проявляют свою сознательность, гражданскую активность. Это не может не радовать. Я уверена, что все у нас будет хорошо. На Ямале, кроме депутатов, в Государственную думу выбирают и депутатов в Тюменскую областную думу. Горожане, отдавая свои голоса за тех или иных кандидатов, возлагают на них самые большие надежды. Чтобы они повлияли, и изменения какие-то произошли в лучшую сторону для нашего государства. Самое главное, чтобы пришли в Думу грамотные и профессиональные люди. Вот это самое главное. Надеюсь, что они исполнят свои предвыборные обещания. Все будет, как сказано. Возможность изъявить свою волю предоставлена каждому. К тем, кто по уважительным причинам не может прийти на участок, члены избирательной комиссии приедут домой. На данный момент у нас только четыре заявки на сегодняшний день. Ну, как говорится, время еще есть. Люди могут также по звонку, письменное заявление. Также могут соседи, родственники позвонить, прийти, сделать заявление. И девочки выйдут вне помещения, проголосуют люди. На избирательных участках соблюдаются все санитарно-эпидемиологические правила. На входе у избирателей обязательно измеряют температуру. Каждому выдают маску, перчатки и ручку. Горожане активно голосуют и на других избирательных участках. К примеру, на 410-м, что в Эврике, первая волна избирателей наблюдалась в 8 утра. К полудню горожане идут на участки еще активнее. Голосуют осознанно, с надеждой в светлое будущее. В первую очередь, это улучшение нашего социального состояния, благоустройства нашего города, если касательно говорить нашего региона. Настроение бодрое, активное. Верим в лучшее, в будущее нашей страны и детей. Дальнейшую противостоять нашей стране. На избирательных участках с нетерпением ждут и молодых избирателей. Те, кто голосует впервые, их готовы встретить особым образом. На нашем участке зарегистрировано 25 избирателей, которые голосуют впервые, которым исполнилось 18 лет. Для них приготовлены приятные сюрпризы. Приходите, голосуйте. Впереди еще два дня голосования. Участки, а их Муравленко 11, откроются в 8 утра. Избиратели ждут 18 и 19 сентября до 20 часов. У вас еще есть время сделать свой выбор. Татьяна Бута, Петр Князев, Новости Муравленко.